Кувинск Альберт Тлячев. Это именно то место, о котором можно петь, слагать стихи, а также непременно гордиться его жителями и наслаждаться красивыми пейзажами. Аул расположен в южной части западной зоны Адгихабльского района Карачаева-Черкесии на левом берегу реки Большой Зеленчук. Находится он в 11 километрах к западу от районного центра Аула Адгихабль и в 24 километрах к северо-западу от города Черкеск. В Старковинске у нас примерно 1300 людей проживают. В основном так вроде все стабильно. Проблем, я думаю, везде есть, нигде без проблем. Достаточно такие все решаемые проблемы. А так в основном люди все здесь доброжелательные, добродушные, такие сплоченные, искренние. А так в основном более так развито это сельское хозяйство. Занимаемся растеневодством, животноводством. Я утром 5 часов стою, набираю горячую воду, два ведра горячей воды и иду на ферму. А это моя помощница, невестка. Вот, с ведрами иду на ферму. Пойдемте. А вот этот пушок родился у нас ночью. Бычок такой красивый, хороший, умный. Уже пьет молочко хорошо. И вот у нас коров дойных 10 сейчас. Они сейчас пасутся. После того, как подоила, аульчанка принимается за переработку молока на сыр, сметану, творог. Заказчиков на разную молочную продукцию много. И все они жители Старокувинска. Это для банок. Режу квадратиками. И закладываю в банки. А это на салугуни. Готовится 12 часов. Переворачиваю время от времени. И через 12 часов я уже варю плавленый сулугуни. Очень вкусный. Потом это делаю черкесский сыр. Это делается кипячением молока цельного. И хранится этот сыр тоже месяц, полтора. Ничего не делается. Потом, значит, молоко сепарирую на сметану, из которого я делаю и масло сливочное, и топленое масло. И так едим. Потом, значит, ставлю молоко в теплое место. Теплое молоко в теплое место. И заквашивается тоже 12-13 часов. Естественным путем. После закваски ставлю на медленный огонь. И стерилизуется. Когда сыворотка поднимется наверх, я уже выкладываю на сито. И получается прекрасный творог. К этому времени глава семьи Яхьязи Киряевич готовит корм для коров, которые находятся на выпасе. Вот и стадо возвращается. Но не только животноводством занимается семья Коцба. Пробуют свои силы и в других отраслях сельского хозяйства. Пешаловодством я занимаюсь вот уже 17 лет. Выезжаем. И где цветение и прочее. Каждый год почти 35-40 фляг я качаю. Жить в ауле и не иметь свое хозяйство неправильно, считают пенсионеры. Ведь именно сельское хозяйство является залогом стабильной жизни. И только своим упорством, трудом можно достичь поставленных целей. Эту мечеть не заметить невозможно. Жители ею гордятся. Сегодня это не просто красивая мечеть, которая вмещает большое количество прихожан, но и большой духовный комплекс в центре аула. Молодежь и старики, отношения у них очень даже хорошие. Молодежь понимает, чтят старших, уважают. Старшие тоже, старики тоже точно так же обходятся с молодыми. Они тоже чтят, уважают. Живое уважение, короче, полностью. После той мечети, уже там невозможно было находиться, так как уже тоже постарело, обрискало. И поэтому мы перешли в другую мечеть. Мой правнук. Вот румненький, хорошенький, красивенький. Прабабушку этого малыша зовут Нина Ашкацао Кужева. Более 40 лет она проработала педагогом в аульской школе. Маленькие жители Старокувинска для нее как родные внуки. Школьный учитель не просто дает детям знания, он помогает вступить им во взрослую жизнь, учит уважению, любви к ближнему, вечным ценностям, вкладывает нравственные понятия в души своих учеников. Именно над этим всем и трудилась Нина Лукановна. Сегодня, находясь на заслуженном отпуске, она вспоминает свое детство, былые времена, говоря о них с оттенком горечи. Ведь жить было тяжело. Когда началась война, мне было 10 лет. Даже 10 не было, 9 лет было. Я с 32-го года. Началась война. Отцы наши ушли на фронт. Наши мамы заняли их место. Днем и ночью работали в колхозе. Днем и ночью работали. А мы дети. Вот мне было 9 лет, потом дети так. Как бабушки, как старушки готовили. И рады были, что есть что готовить. Мы пережили голод и холод. Когда я подросла, я говорила, если замуж выйду, у меня свекор будет, я папочкой назову его. Говорила. Потому что отца не было, погиб. Так говорила. Вышла замуж, и у него отец погиб. И у него, и у меня погибли отцы. И стали мы детства совсем не видели. Жизнь не сломила женщину. Было трудно. Но мы справились со всеми испытаниями судьбы. Но тогда еще не знали, что ждет впереди. Рассказывает Нина Лукановна. 62 года тому назад она вышла замуж за своего соседа-ульчанина. И вместе с ним прожила счастливую жизнь. Супруги вырастили сына. У них уже двое внуков и столько же правнуков. Слава Богу, все есть у них. Они в достатке живут. И мы живем ради них. Чтобы им было хорошо, чтобы они жили хорошо, чтобы радовались. Музыка гармонизирует вселенную, убеждена Мари Дат Шенкао. Мари Дат Аюба в Новоуле знает и стар, и млад. Вот уже на протяжении многих лет она работает учителем в местной школе. А 12 лет она ее даже возглавляла. Музыка. Это тоже народная мелодия. Я не знаю, как они называются. Но я такую старину одну могу назвать. Называется она в народе Бандариса. Происходит это слово. Вот во времена революции, в гражданскую войну, вот говорят в Апсуа, были такие ребята, отмены, которые против советской власти. Ну, которые сразу не поддавались, да. Не хотели, не согласны были советской власти, так скажем. И они уходили в леса. Они когда приходили, значит, естественно, они их поджидали, ожидали. И вот мелодию эту играла сестра, одна из сестер этих ребят, которые в лесах. И когда они слышали эту мелодию, они приходили, значит, в ауле тихо, никого нет. А если мелодия-то не играется, значит, нельзя в ауле идти. Вот так было. Сигнальная мелодия эта у них была. И вот они приходили, там, провианты брали с собой. И банда, они их называли банда, банда в лесу, в шлаты и так далее. И они говорили, банда рысью. А эти же в те времена язык хорошо не знали, и вот песня стала называться «Банда риса». А эти же в те времена язык хорошо не знали. Любовью к музыке Марида Атаюбовна пропиталась еще в раннем детстве. В ее семье тягу к прекрасному никто не скрывал. И еще одна мелодия «Встыграю», она тоже старинная, называется. Она, ну, как я слышала, записана. В Лондоне находится сокровищница мировой всемирной музыкальной культуры. И там в записи старой Капардинике, там, говоря так написано, в записи старой Капардинике 1913 года, эта мелодия там есть. Я эту мелодию помню с детства у нас, когда были пластинки такие. Папа наш любил, у нас много таких национальных мелодий было. И вот эту мелодию я помню оттуда, с детства, как мы на радиоле играли. Вот я сыграю ее. Ну, называется, значит, песня старинная. Старин, не знаю, старинная Кабардинка. И это не Кабардинка, это я считаю, что народная песня. И она навевает мысли тех времен, когда наши уходили же в Турцию, через море. И там, в общем, такие настроения навевают. Старинная мелодия. Вот истина. Турция Ну, расскажите, пожалуйста, с какого возраста вы играете? Ну, я играю, я с детства, мы любили с детства играть. У нас отец любил, чтобы мы играли, хотел, чтобы мы играли. У отца сестра была хорошо, очень играла. Ну, это, наверное, сверху. Я не училась, музыкального образования у меня нет. Ну, вот, играла-то, была маленькая гармошка, потом побольше. Я училась в Плачедагской школе, и у нас там был ансамбль гармонисток. Вот, какое было внимание, значит, человек 14 из нашей школы в ряд садились и вместе играли. На репетицию нас возили, специально автобус приезжал из Хабеза, и нас возили в Хабез на репетицию. Мы репетировали, выступали, вот такой у нас ансамбль был. Ну, вот так, любовь к музыке, ну, и при поддержке отца, ну, и они не были против. Бывает, что иногда родители против, но мои не были против. И вот так любовь, в общем, осталась, и все, что я помню, в общем, оттуда, из детства, это вся музыка. В современной жизни мне не приходилось играть так, чтобы вот, как играют. И то, что у меня оттуда запомнилось, то я, помню, играю. А вы помните, когда впервые взяли в руки гармошку? Ну, я не помню. Я, может быть, еще в школу не ходила, потому что такая маленькая гармошка, с тремя, не с тремя, с семью клавишами самого гармошки. У меня старшая сестра тоже играет. Поэтому, в общем, с детства, можно с начальных классов, можно схватить, я в руках держала гармошку. Скажите, пожалуйста, вот народная абазинская мелодия, она вообще какая в целом? Что вы о ней можете сказать? Ну, я его, знаете, называю, как классика считается. Я считаю, что народная абазинская, она истинно классика. Под такую игру не будешь красиво танцевать, не прыгай, не, вот как сейчас современные вытворяют на сцене. Мне это не нравится. Не на сцене, вот обычно на свадьбе, так и так далее. Она, знаете, вот выражение, музыка гармонизирует вселенную, это относится к народной абазинской мелодии. Под нее не попрыгаешь с верх ногами там и так далее. Статно, красиво танцуешь. Хочется танцевать, сидеть не хочется. Я, например, когда слышу, когда играют другие, не танцуют, я говорю, как вы можете сидеть? Если бы это была бы я, я бы танцевала бы. На ваш взгляд, музыка вообще в жизни аула какую роль играет? Музыка, вообще наш аул был такой знаменитый, популярный, певчий аул. У нас был Осман Даткович Вогов, музыкант в школе, и в школе работал, в клубе работал. Всегда говорили, когда в соседних аулах свадьба, приглашали, были рады, когда гости из Тараковинска приезжают, потому что они такие веселые, поющие, танцующие, очень-очень дружно у нас было. Вот с уходом Османа Датковича немножко ослабло, конечно, и клуба у нас нет, то и, в общем, некому взяться за это дело. А так, очень большое значение наша музыка в нашем ауле играет. Я с раннего детства хотела танцевать, и я очень радуюсь, что у нас есть такой веселый коллектив. Рахмет Ибрагимович очень талантливый преподаватель, он нас всему учит, что сам знает, и он хороший. Ансамбль «Амра» сегодня возглавляет Рахмет Черкесов, молодой и перспективный человек, который связан с культурой и искусством, также не первый год. Выпускник Республиканского музучилища более двух лет танцевал в составе Народного ансамбля «Ислами», а сегодня он воплощает свою давнюю мечту – руководит художественным коллективом. Ансамбль «Амра» пережил несколько непростых этапов существования. Годом его основания считается 1991. Заслужив звание «Народный», имея неплохие успехи и достижения, в 2003 году коллектив распался. И вот только с конца 2017 года Рахмет Черкесов активно работает над возрождением ансамбля, и для него это большая честь. Начал 2017 года, в октябре месяце, я очень доволен коллективом. Возрождение «Амра» для меня много чего значит в жизни. Почему? Потому что я и душу вкладываю, и сердце. Во имя Аллаха у нас сегодня существуют программы, много программ, ассоциаций. Я очень доволен, что есть Аллахшара. Вот это человек, который создал, Мусаик Зеков. Спасибо большое ему за все, за то, что он помогает абазинскому народу. Недавно нам привезли даулы со стульями. Мальчикам очень понравилось. Сейчас желающих появилось намного больше, чем когда я начинал. Я доволен тем, что самое главное, у детей душа болит. За свой народ, за свой аул, за Старокувинск. То, что у нас в 90-е годы было, все разрушено, ничего не осталось. На сегодняшний день, слава Богу, все образуется, все потихонечку. Фронтовые письма, национальная одежда, старинные вещи и предметы быта. Все это и многое другое можно найти в школьном музее под названием «История аула Старокувинск». Двери музея всегда открыты. И к экспонатам у школьников особый интерес. Об этом говорит и тот факт, что некоторые из детей сами проводят экскурсии для других учащихся, а также для гостей школы, рассказывая о историческом периоде и жизни населенного пункта. Жители аула Старокувинск – последние переселенцы Абазин из Абхазии. До переселения они жили в селении Псху и называли себя ашкаравцами, что в переводе означает «жители гор». В 1864 году после колонизации Кавказа России были переселены на Северный Кавказ, на верховье реки Уруб. Прожили там они недолгое время, и в 1866 году их переселили на берег реки Большой Зеленчук. Богато представлена в музее экспозиция об истории школы. Это и фотография первого педагогического коллектива, фотоальбомы выпускников школы, родителей, всевозможные грамоты и дипломы. В начале 19-х и 20-х годов грамотными людьми были только единицы. В учебных заведениях учились люди из состоятельных семей. Таких было мало, и в 1955 году Кувинская школа стала учебным заведением для некоторых населенных пунктов. Таких как Новокувинск, Баралки, Грушка, Малоабазинск, Абазахабля и другие. Мы гордимся своими писателями, учеными, журналистами, деятелями искусства и спорта. Среди них есть и музыканты, и писатели, и другие. Например, Эхпа Назир Бехмурзович, академик, профессор, доктор педагогических наук. Дальше, Слухов Олег Адзельгиревич, доктор экономических наук. Эхпа Инварьби Алиевич, доктор физико-математических наук. Капов Эдуард Нануевич, доктор технических наук. Жиров Владимир Хаджи Мурзович, кандидат юридических наук. Женка Мухаддин Алиевич, кандидат технических наук и другие. Наша школа носит имя академика Экпа Назира Бехмурзовича. Оно было присвоено в 2005 году. Он родился в 1927 году в ауле Саракувинск. Он окончил школу в ауле, а после поступил в Черкесское училище, а затем закончил Савропольский педагогический институт. В 1973 году он защитил докторскую диссертацию. За всю свою жизнь он издал 200 пособий, учебников, учебных статей. Вот его собственные издания. В нашем школьном музее хранятся его вещи. Это его личный стол, это книги, подаренные его семьей и знакомыми. Посещение музея дает школьникам волнующее осознание беспримерного мужества ульчан, живших в непростой для всей страны период. Материалы музея помогают учащимся подготовить различные сообщения, рефераты, используются на уроках истории и во внеклассной работе. Здесь без шума и без громких фраз происходит воспитание любви к Отечеству. А эта любовь начинается со знания и понимания своих корней, узнавания своей малой родины. Кто не знает, край Орлины, край Абазинский, путеводная звезда Старокувинский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok